Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границе. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу. Сегодня историк Лев Лурье. Лев Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Телефон на прямого эфира в нашей студии. 6212-93-9 и 6213-93-9. Звоните, также пишите в WhatsApp 2306191. Ждем ваших звонков и комментариев. Есть немало статей в интернете и видеороликов, где вы с экспертами дискутируете, обсуждаете тему того, какой город лучше, Москва или Питер. И в связи с этим, в чем, на ваш взгляд, главное отличие петербуржцев от москвичей? В чем вы его видите? Довольно дурацкая идея. Я говорю, что лучше Москва или Петербург. Кому одно нравится, кому другое. Москва – великий город. Петербург тоже ничего. Москва – первый по населению города Европы. Петербург – третий. В середине Лондона. Так что это два великого города. Но они разные, примерно, как Великобритания и Сигенные Штаты Америки. Москва – это скорее США, а Петербург – это скорее Великобритания. Более бедная, более надменная, в смысле изысканная, с меньшей производительностью труда. Но от этого не перестающая создавать шедевры. Жизнь в Москве, вероятно, удобнее, чем в Петербурге. Но если говорить о ментальных отличиях коренных жителей, вот в чем они заключаются? Петербург – это такой город дауншифтинга. У нас хуже с работой, мы меньше получаем, меньше работаем. Поэтому больше читаем книжек, больше разговариваем, больше выпиваем. И, соответственно, знаем массу ненужных вещей. Эти ненужные вещи образуют такую невидимую часть айсберга, которая в Петербурге больше, чем в Москве. То есть московская жизнь заставляет человеку быть более-менее белкой в колесе. Он крутится непрерывно, потому что он понимает, что чем больше он работает, тем больше он зарабатывает, делает карьеру и так далее. А в Петербурге это довольно бессмысленно занятие. Поэтому Петербург – это такой город, я бы сказал, интеллектуального дауншифтинга. Это такой северный Таиланд. Можно ли, насколько справедливо обозначение культурная столица России? Относится ли это к санкутингу? Это дурацкое название, которое придумал Борис Николаевич Кимцин, когда отнимал у нас федеральный канал, чтобы не так угорчать. То есть, нет, конечно, Петербург – это скорее контркультурная столица России. Вот путешествие из Петербурга в Москву Радищева вспоминается. И в контексте этого, наверное, вопрос о регионах. Вот как, на ваш взгляд, сегодняшнее путешествие из Петербурга в Москву, оно может быть приятным, если говорить об окраинах, которые проезжаешь? Слушайте, Радищев ехал в определенное настроение. И он бы, если бы ехал из Парижа в Марсель, у него было бы такое же совершенно. Это взгляд на вещи может быть разным. Понятно, что русская глубинка живет тяжело, что у нас плохо с дорогами и т.д. И т.п. Но, в общем, по дороге из Петербурга в Москву много и обед. Трасса Е-95 еще в строю. Трасса Е-95 еще в строю, о которой Кинчев пел и группа Алис. И она в строю, и есть новая дорога параллельная, платная. Напомню, телефон напрямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Вы также можете звонить с нам, уважаемые радиослушатели, и задавать вопрос. Историк Лев Лурье с нами на прямой связи. Вы нередко выступаете, в том числе и с лекциями на тему блокадного Ленинграда, о тех трагических событиях. Насколько сегодня в обществе много мифов по этому поводу? И насколько эта трагедия по-настоящему осмыслена сегодня российским народом, на ваш взгляд? Ну, про российский народ не знаю. В Петербурге, в общем, всякие это знают. Для петербуржцев блокады это как колокольчик для евреев. Миллион человек – это пора по величине гуманитарной катастрофы в истории человечества в 20 веке. Не в одном городе, то есть я бы так сказал, что во всех городах Европы, которые участвовали во второй границе, плюс, если добавить сюда и сюжет, Хиросима и Нагасаки, все равно меньше, чем в Ленинграде умерло народу. То есть сам по себе катастрофа колоссальная. Другое дело, что официальная власть действительно, как ни странно, очень не любит поминать павших. У нас нет этой культуры, поэтому в Петербурге нету достойного места, куда можно было пойти и оплакать этих умерших от голода и холода людей. Огромное количество – это дети. Есть только какие-то, значит, выставки стрелок полного оружия под названием «Музей обороны Ленинграда». И сама концепция, которая придумана была еще во время войны в Смольном, героической защиты Ленинграда, она не вполне верная. Дело заключается в том, что Гитлер, это хорошо известный историкам, уже в августе 1941 года решил Ленинград не брать. Потому что он хотел уничтожить его жителей холодом и холодом, чего он отчасти почти добился. И скорее история Ленинграда в этих 900 дней – это история героических попыток освобождения Ленинграда от блокады, которые вплоть до января 1943 года, значит, не увенчились успехом. Но миф, который тогда был создан о том, что жители города умирали для того, чтобы жила наша стилистическая Родина и наша коммунистическая партия, он им в каком-то виде остается. И, конечно, это сильно мешает по-настоящему вспомнить, почтить память погибших. – На ваш взгляд, история с телеканалом «Дождь», который пострадал сильно после того, как поднял вопрос о том, что нужно и можно было бы сделать с Ленинградом, понятно, что история не знает со слагательным наклонением, но тем не менее. На ваш взгляд, вообще эта тема табуирована сегодня для обсуждения? То есть, есть подвиг народа и все? Или все-таки можно на эту тему рассуждать? – Это разные истории. Значит, вопрос, который задал телеканал, тоже идиотский. Я уже сказал, что Гитлер не собирался брать Ленинград. Это было запрещено. – То есть, соответственно, издать его нельзя? – Если город капитулирует, то капитуляцию не принимать. Если люди будут пытаться из города убежать, то их нужно стрелять в войска МСС. Поэтому вопрос, надо ли было сдавать город, это бессмысленный вопрос. Город никто не собирался брать. Что же касается обсуждения темы блокады, да, это болезненная тема. Есть, так сказать, фундаменталисты. И, в общем, власть настолько боится дискуссии о блокаде, что, как вы знаете, было отменено решение о создании музея блокады. Нового музея блокады. Потому что она боится, что концепция, которую выдвинуты историки, не устроит их власть. А концепция, которую выдвинут власть, не устроит зрителей, жителей, историков. И это будет вызывать конфликты. А власть хочет, чтобы все было тихо, ладно. Российская писательница Елена Чижова, она назвала Сталина виновным в блокаде Ленинграда. Насколько, на ваш взгляд, это мнение справедливо? Нет, это мнение несправедливо. Виноват в блокаде Ленинграда Гитлер. То есть, Сталин виноват в поражениях первых месяцев войны, но в той же степени, в какой и Черчилль виноват, чем Берлин в поражениях первых месяцев войны в Европе. А, конечно, убивал людей, люди были убиты по приказу Гитлера. Я не согласен с Еленом Чижовой. Отношение к Сталину в российском обществе и российской политической элитой, как вы можете его сегодня охарактеризовать? Вот действительно ли можно говорить о том, что Сталина сейчас пытаются реанимировать в какой-то степени? Нет, я так не думаю. Ну, значит, как бы считается, значит, идея нынешней части нынешней политической элиты, условно говоря, Мединского, да, министра культуры, заключается в том, что прошлое России было великолепно, современность замечательная, а будущее таково, что его дали невозможно себе представить, да. Поэтому все русские начальники всегда были хорошие, но у нас не было плохих начальников. Николай Второй был хороший, и Екатерина Вторая была хорошая, и Иван Грозный был хороший, и Александр Невский был хороший, и Сталин был хороший. Начальник плохим быть не может. И Путин Владимир Владимирович, конечно, очень хороший. Вот только Ельцин и Ленин, они не очень хорошие. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Константин, два вопроса. Первый вопрос по поводу Сталина, как бы, и всего остального, хороший, плохой начальник. Как вы смотрите на современный кинематограф, который сейчас, допустим, у нас фестиваль в Латвии, в Риге, проходит современного кино, где 90% искусства – это изображение недостатков, проблем и прочей дряни, связанной с любой страной, но, в частности, речь идет о России. Нужно ли это делать? Или, как говорится, стакан на половину полон, стакан на половину пуст, показывать все-таки лучшие части жизни об искусстве, а не акцентироваться на худших? И касаемо истории военачальника, второй вопрос. В Латвии фактически табуировано, как говорит наш ведущий. Любые мероприятия, связанные с просвещением молодого поколения, о войне, то есть запрещены культпоходы в места памяти, в Саласпилс вообще категорически школьников организовано возить, запрещено ходить на мемориалы, запрещено организованно, то есть только в частном порядке. Что с этим делать и к чему это может привести? Спасибо. Спасибо. Но не слышал я, чтобы запрещено было у нас к мемориалам в Саласпилс водить, но тем не менее такой вопрос от слушателя. Я довольно плохо знаю Латвию, я в последний раз был только в Советской Латвии. Что касается кинофестиваля, то вы знаете, все великие произведения литературы, это произведения о гадостях, да? Преступление и наказание Достоевского, отверженное, другое. Значит, я не знаю, фильмовщей линии можно назвать, или у меня каких-то не очень приятных вещах, которые происходили. Да и фильмовщих рая, какой-нибудь баллада о солдате. Поэтому искусство таково, что оно, как правило, занимается болезненными темами. И так оно уж бывает. Особенно, как это касается документалистики. Так что, ну вот, переживите, не ходите, не смотрите, не грустите. Если в Латвии запрещено обвозить детей в Саласпилс, то это отвратительно, но я не знаю, запрещено или не запрещено. Как вы относитесь к патриотическому кинематографу? Сейчас в России снимают много фильмов о войне. Вот Т-34, например, был фильм о танке. И, ну, в общем, понятно, что это такой блокбастер. Наверное, с точки зрения историка там много ляпов. Но, тем не менее, вот такие фильмы нужны, как вы считаете? Ну, это зависит от качества. Собственно, фильм «Белорусский вокзал» тоже патриотический фильм. И, по-моему, фильм «Баллада о солдате» тоже патриотический фильм. Я, вообще, что называется, на стороне Красной Армии во Второй мировой войне. И мне нравятся фильмы, в которых побеждают нацистов. Другое дело, как это сделано. Является ли это такой брабанной агиткой, как был фильм Т-34. Или это реальный фильм о войне со всеми ее ужасами, смертями и так далее и тому подобное. Со злом надо бороться, иногда бороться с силой и оружием. Поэтому во всех кинематографах, во всех странах мира будут снимать фильмы о насилии, о войне. Ничего такого здесь нет. Но есть ли необходимость сегодня в российском обществе смотреть на какие-то непогрешимые, сакральные вещи под другим углом? Не только видеть победы, победные марши, а рассуждать и о таких стратегических ошибках, на ваш взгляд? Рефлексировать, может быть, по каким-то... Довольно сложный вопрос. Мы только что слушали вопрос радиослушателей. Вы можете говорить о том, что происходит в латвийском обществе? Или надо говорить о том, что происходит в латвийских обществах? Вот и в России нет такого единого общества. В одних обществах выходят на демонстрации в Москве. А в других обществах берут дубинки и бьют по этим демонстрантам. Это одно и то же общество, российское общество. Просто оно разное. То есть я не могу отвечать за весь российский 150 миллионный народ. По-разному люди думают. Россия, конечно, что называется контролируемая демократия. Не вполне демократия. Страна с сильными элементами авторитаризма. Но мы-то с вами сейчас разговариваем. Радио «Эхо Москва» работает. И телеканал «Дождь» тоже работает. И вы его тоже смотрите. И «Медузу» читают, которые выходят из Риги. Так что разное есть общество. А в чем заключается тогда авторитаризм? Ну, будто вы не знаете. Будто наши радиослушатели не знают. Авторитаризм заключается в том, что оппозиция по существу не допущена до выборов. Что телеканалы находятся под цензурным контролем. Что некоторые виды протеста наиболее шумные вызывают политические репрессии. Всем это все понятно. Вот у вас даже есть у нас звонок. Да, примем звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Я вот по поводу российского кино. Почему такие выдающиеся фильмы о войне, как «28 понтиловцев» Они снимаются на народные деньги. Потом там фонд кино какие-то деньги добавляет. Сейчас вроде на народные деньги собирают снять фильм про Лидию Литвяк. Белую лилию Сталинграда. Героическую девушку, погибшую на Украине. Потом есть прекрасные, абсолютно неизвестные герои. Если ехать из Москвы в Ригу, там стоят щиты. По Рижскому шоссе. И вот, например, Федора Гайкина, который вытащил на себе, по-моему, 86 человек. Про это американцы, например, сняли фильм, похожий фильм. Про соображение совести. Про как они там... Медбрат вытащил там тоже большое количество раненых. Но это все без поддержки государства. А откровенные подделки, типа танки... Короче, в общем, это свое впечатление. Там идет сплошной распил денег. Там СМЕРШ. Опять же роль Сталина. Понимаете, мы и так привыкли табуировать, что Сталин – это такой кровавый тиран. Но если посмотреть, что делалось в это время вокруг, в США, например, по отношению к японцам, то, может быть, он и не такой уж тиран, по крайней мере, многие... Спасибо вам. Да, мы поняли ваш вопрос, чтобы наш гость мог ответить. Ну, знаете, это упрек Министерства культуры Владимиру Ростиславовичу Мединскому, почему он не выделяет деньги на патриотическое кино. Мне кажется, что это неправильный упрек. Мне кажется, что на патриотическое кино у нас выделяют огромные средства, огромные деньги. И уж недостатком патриотизма нас довольно сложно удивить. Ну, что касается японцев, то, конечно, американцы зря так в отношении к японцам поступили. Посмотрите, что в Германии делалось. Вообще, смотря, с чем сравнивать. Дрезден вы имеете в виду, бомбардировку Дрездена? Нет, я имею в виду, а с Ленцем, Дахау. То есть, я понял. То, что произошло с 1933 по 1945 год. Ну, вообще, тема союзников и преступлений союзников, и Красной Армии в том числе, насколько она раскрыта и осмысленна? И нужно ли эти вопросы сейчас тоже поднимать, как считаете? Можно сказать, какие-то странные вопросы. Все вопросы нужно поднимать. История занимается всем. И массовым изнасилованием войсками нашими женщин в Германии, и Колымой, и убийством немцами, евреев, и партизан, и мирного населения. История занимается и хатынию, и катенью. И убийствами евреев во Львове в июне 22-го июня, и массовыми репрессиями против западных украинцев. Так что это какой-то странный вопрос. Ну, я его не случайно задал, потому что многие в качестве аргумента говорят о том, что вот есть Нюрнбергский трибунал, он осудил нацизм, и, соответственно, вот есть решение, и есть такой мощный аргумент. Союзников никто не осудил за то, что они, возможно, совершали на территории, которую освобождали, ну, после уже нацистов и так далее. Есть такая проблема? Это что значит, что есть такая проблема? Кому это называется предъяву предъявлять? Ну, в данном случае, побежители судили побежденных. Ну, ясно. Иначе видно, что Нюрнбергский процесс был, вне в том смысле, односторонним. Он рассмотрел военные преступления только одной стороны. Это не значит, что Красная Армия, ну, тогда уже, к этому времени, Советская, да и Западная Армия не совершали преступления на территории Европы, которые освобождали от гитлеровцев. Понятно, что представления о правах человека, о том, что можно делать и что нельзя делать, за это время довольно существенно изменились. Это все совершенно очевидно. Есть и посмертный суд. Вот Франка только что перезахоронили, да? И я думаю, что придет время, когда уже далекие потомки, правнуки и проправнуки вынесут приговор к целому ряду исторических деятелей, про которые сейчас говорят и так, и это. Сколько лет во Франции спорили о Наполеоне? О том, какова его историческая история? До сих пор спорят, да? Хороший или без Пьера, или плохой? По этому поводу существуют, что называется, разные точки зрения, и привести все к консенсусу политическому довольно сложно. У нас еще есть звонок. Да, слушаем вас. Добрый, еще раз. Константин не мог не позвонить по поводу двух миллионов этих немок. Занимался этим вопросом лично, специально, после какого-то очередного высказывания. Я не говорю два миллиона. Давайте вопрос гостю. Да, вопрос гостю. Значит, знает ли он, что эта цифра, два миллиона, была экстраполирована... Он называл цифру два миллиона. Он назвал цифру два миллиона. Вы ее назвали, я не называл цифру два миллиона. Почему вы меня спрашиваете о том, что я не говорил? Ну, что количество этих пострадавших немок... Да, Константин, задавайте вопрос, и гость, наверное... Да, что оно было экстраполировано из 29 рожденных детей в декабре 45-го года, и все остальное было чисто эмпирически рассчитано по количеству населения Германии. В общем, глава, он упреждает, что советские войска изнасиливали 29 немок всего. Ну, так, во всяком случае... Это ваша идея. Сказал. Ну, почитайте материалы, которые опубликованы в России, а не в Германии. Опубликованы все производство советской группы армии в Германии. Я говорю с Жуковым. Ну, почитайте приказ Сталина, который был поставлен на то, чтобы прекратить мобородерство и изнасилование. Ну, какие 29? Что вы говорите? Вы когда говорите, думайте. Ну, вот вы говорили о протестных настроениях в контексте авторитарной системы. Можно ли найти в истории... У вас даже есть такая программа «Рифма истории». Можно ли найти в истории рифму с 2019 годом, вот ввиду тех событий, которые сегодня происходят? С 1919-м? Нет. Вы же, в общем, себе представляете, 1919 годом? С... Нет, не представляете. С 2019-м. Я сказала. Может быть, вы меня плохо слышите. Можно ли найти рифму в истории? Если рифму с чем? С каким? Почему? Рифму почему? Насколько сегодня Россия стоит перед революционными изменениями какими-то? И в этом смысле есть ли... Цикличность. Цикличность, да, история, опять же. Не стоит она перед революционными изменениями. Происходит медленная эволюция. Но мы никогда не можем предугадать какого-то острого перелома. Но мне кажется, что пока происходит некое накопление, некое изменение общественных настроений. Страна очень буро, но все-таки поменялась. За эти годы это совершенно другая страна. У меня такое ощущение, что мое поколение переехало в другую страну. Нашняя Россия это не Советский Союз и Российская Федерация. Совершенно другая цивилизация. Насколько история циклична? Насколько справедливы такие утверждения, что история циклична все-таки? Ну, она не циклична. Мы не ходим по замканному кругу. Мы не становимся древними греками и кроманьолицами. Это все-таки разведение по спирали. Да, конечно, есть какие-то повторяющиеся моменты. Типа иногда история ускоряется, иногда она идет медленно. В России путинской она шла довольно медленно. Изменения происходили внутри. Но они происходили, они очень существенные. Я думаю, что Россия никогда не жила так благополучно, как в наше время. Во всех смыслах этого слова. Но это не значит, что у нас такая же свобода, как в Финляндии или в Швейцарии. Или что мы живем так же хорошо в материальном отношении, как в Швеции и Норвегии. Но если вообще в целом говорить в балансе, то, конечно, Россия в начале 21 века – это самое благополучное время в истории российской цивилизации. А какую роль, если говорить о революции 1917 года, какую роль она оказала на дальнейшее развитие России? В чем высшее ее? Русское общество до 1917 года абсолютно раскопнутое. Условно говоря, Платон Каратаев и Наташа Ростова живут в разных цивилизациях, совершенно разных. Ну, оно так же раскопнутое, как, предположим, Латвия в начале 20 века, между латышами и немцами. Между баронами и недавними крепостными крестьянами. И, собственно, этот раскол – это разница во всем – в культуре, в речи, в манерах, в представлениях о жизни. Между вот этим меньшинством, которое правило России, и огромным большинством, в общем, неграмотным, оно и привело к, и должно было привести к такой катастрофе. Советская власть сплющила русское общество, она уничтожила верх и немножко подняла низ. И общество стало гораздо более гомогенным, гораздо более городским, гораздо более грамотным. Вот такова роль… Ну, это вообще общая роль филитарных систем коммунистических. То же самое произошло и в Китае. Мы уже говорили с вами о кино, фильм Алексея Учителя «Матильда» вызвал тоже большой резонанс в свое время и в СМИ. Там была тоже показана история любви Николая Второго и балерины. Матильда, была ли это любовница, была ли любовница, на самом деле, у императора в действительности? Как вы вообще оценили этот фильм, эту картину, если видели? А что-то мне ставят вопрос о том, что Матильда Ксасинская жила с Николаем Вторым. Да, была ли она любовницей? А кто говорит, что она не была любовницей? Даже Наталья Поклонская этого ему что ожидает? Матильда, несомненно, была любовницей Николая Второго. Да, отвечаю вам на это ваше вопрос. Канонизация царской семьи, как вы это оцениваете, причисление к лику святых? Есть у вас по этому поводу мнение? У нас звонок. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, Александр. Извините, вот вы затронули Латвию, наверное, слышали про латышских стрелков. В Петербурге они, так сказать, тоже там делов натворили много. Вот какое ваше отношение к ним, положительное или отрицательное, так сказать, спасибо? У вас я вижу отрицательное, а нет, там, и делов. Я думаю, что латышские стрелки были наиболее дисциплинированными и наиболее идейными частями на стороне красных. Можно по-разному относиться к красной идеологии, но они у нас, знаете, какие дела натворили? Они у нас подавили пьяные погромы. Вы знаете, что у России был сухой закон с 14-го года. Когда произошел октябрь, выяснилось, ну, то есть это было известно, что во многих дворцах, особняках, а также на водочных, спиртовых заводах хранится огромное количество алкоголя. И, значит, голодьба бросилась разбивать подвалы. Город был усеян пьяным, и люди тонули в бочках со спиртом. И единственные, кто не пил, были латыши. Так что были ли они коммунисты или нет, стрелки или не стрелки. Но мы их страшно благодарны за то, что они не дали разрушить наши дворцы. На самом деле, какова роль красно-латышских стрелков в революции? Потому что, ну, вокруг этой темы тоже немало мифов. Кто-то считает, что красно-латышские стрелки... На первом этапе гражданской войны латышские стрелки сыграли очень важную роль до тех пор, пока не была, любым новым чем троцким, организована, значит, регулярная Красная Армия. Действительно, латыши, плюс отчасти гораздо менее дисциплинированные балтийские матросы, были участия сформированы из интернационалистов, то есть из военно-пленных, пришедших на сторону Октября. Чехов, немцев, австрийцев были действительно гвардии большевистские. Так что до 1918 года примерно их роль очень велика. Почему, на ваш взгляд, латыши так поверили, может быть, советской власти молодой? Потому что мы видим и в руководстве ЧК, и ГУЛАГ первый, там, в общем, латышские фамилии Красные Стрелки. То есть, что им могла предложить революция? Сколько я понимаю, в Латвии, я уже упомянул, то был очень сильный антагонизм между помещиками, которые были, дворянами, которые были не латыши. Очень кровавая революция 5-7 года. И желание свергнуть эту самую власть разными путями. То есть, с одной стороны, латышские, как их называли в советских учебниках, буржуазные националисты, которые хотели создать Латвию как обыкновенное европейское государство. А с другой стороны, латышские Стрелки, которые верили во всемирную революцию, считали, что Красная Латвия, так же, как Красная Россия, станет частью нового мирового порядка. Ну, Латвия. Не часть Российской империи, а Латвия. То есть, это в ней просто, если борьба за независимость Латвии. Просто по-другому понятное. У нас еще есть звонок. Слушаем вас. Извините, маленький вопрос еще. Скажите, пожалуйста, почему переименовали улицу Салтыкова-Щедрина в Петербурге, и вообще петербургцы как-нибудь в этом участвовали или нет? Спасибо. Спасибо. Вопросы с трудом. Ну, Латвия Салтыкова-Щедрина не переименовали, а ей вернули прежнее название, Кирочное, в честь Саннен-Кирхи. Должен сказать, что он тогда, вот скажите, что и Невский проспект переименовали, он был проспект 25 октября, а стал Невский проспект 44-го года. Что значит переименовали, это назвали ее в честь Салтыкова-Щедрина, это никак не роняет. У нас не стали читать меньше Салтыкова-Щедрина, тем более, что наша реальность в мире навевает сравнение с городом Глуповым, да? Так что Салтыкова-Щедрина не обидели, вы не волнуйтесь. А Кирочное улице называли, и когда она была Салтыкова-Щедрина. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 Вы также можете звонить, задавать вопросы и пишите вопросы в WhatsApp 230-6191 Это номер WhatsApp Историк Лев Лурье с нами на прямой связи по скайпу сегодня. Вы в одном из интервью, рассуждая о реформах, сказали такую фразу, что Александр II – это Ельцин и Путин в одном флаконе. Вот как уместились эти два человека в императоре? Ну, Александр II вначале попытался, да, и сделал многое, привести реформы, как это делал Борис Николаевич Ельцин. В общем, это привело, как любые реформы, к хаосу. И за хаосом следует период успокоения и подмораживания. И, собственно говоря, он начал и подмораживать. То есть, условно говоря, его царствование делится на два этапа. Один, как бы, ельцинский, реформаторский, а другой, как бы, путинский, консервативный. Записали вы обращение за честные выборы. И там вы обратились к землякам в Москве и сказали, что ждете их на родине. Кому вы конкретно обращались? К самому известному? Петербург. Петербуржцу, да. Ну, да. В общем, хорошо бы, чтобы они вернулись. Вернутся, как думаете? Ну, я не знаю, какие планы у Владимира Владимировича на случай, если он идет в отставку. Он был в последние годы еще один город, Сочи. Может, Сочи будет лететь. А может вернуться, его ждет квартира на Васильевском острове. Ну, Путин, можно ли говорить о том, что он уже историческая фигура, которую запомнят и будут изучать через 100 лет, через 200 и так далее? Можно ли это обвинить сегодня? Да, несомненно. Думать об этом ничего. Любовь. В России власть имеет очень важное значение. Мы можем забывать каких-то английских премьер-министров или французских. Уже в Америке, надо сказать, всех президентов помнят. Хорошие они были или плохие. И мне не кажется, что Трамп много удачнее, чем Путин, как политический зритель. Но мы будем помнить Трампа. Так что мы будем помнить и Путина. В этом смысле можно ли сказать, что время советское, особенно после Брежнева, когда менялись генеральные секретари, это вот те люди, которые себя в историю не вписали? Андропов, Черненко и так далее. Не вписал себя в историю только Черненко, потому что Черненко был никто из, его никак, секретарь Ильича Брежнева, который, в результате сложного компромисса, значит, на время стал генеральным секретарем. Вот, Андропов, несомненно, войдет в историю, то есть, он вошел в историю. Пойти в историю, это же не значит, что в истории не ставят отметки. Это не значит, что я отличник или двоечник. А это значит, что это человек, про которого пишут в учебниках, пишут в учебниках. Но Путину большую главу посвятят, как вы считаете? Да, что большую главу. А его главная? Еще не знаю, чем-то в истории интересно, что это книжка, которую мы читаем, которая не кончается, продолжение следует. Мы не знаем, чем закончит Путин и что будет дальше. Но пока что, конечно, все, много чего произошло. А Навальный, на ваш взгляд, станет историческим персонажем? Есть ли у него такой потенциал? Навальный? Навальный может даже стать президентом Российской Федерации. Конечно, Навальный тоже, несомненно, является историческим персонажем. Думаю, что в каком-то смысле не меньшем, чем Академик Сахаров. То есть, считаете, что у него есть шанс на политической арене, может, в ближайшем будущем у Алексея Навального? Да. У Алексея Навального есть шанс на историческую арену. На чем у вас основывается это мнение? Почему вы так думаете? На интуиции. То есть, чувствуете, что Алексей Навальный может пробиться, скажем так, уже в президенты? Мы же видели Алексея Навального. Ради Бога. Да, Лев, я сейчас не слушаю вас. Для этого, конечно, должны произойти какие-то колоссальные изменения. Но если они произойдут, то да, он естественный кандидат. У нас звонок радиослушателя. Здравствуйте, как вас зовут? Алло? Да, слушаем вас. Как вас зовут? Добрый день. Сергей. Да, Сергей, слушаем вас. Такой вопрос. Вот было много шума у нас в печати и на радио в отношении Голуба, которому подбросили наркотики. Да, Иван Голунов. Да, и вот то же самое у нас подбросили патроны журналисту Алексееву, Линдерману патроны и взрывчатку дважды. Но у нас в печати ни слова об этом. Все тихо молчат. Вот такой двойной у нас эта самая демократия. Как вы относитесь? Ну, во-первых, это не так, потому что и про дело Юрия Алексеева мы рассказывали. Вряд ли наш гость в курсе. Это местные латвийские реалии. И про свое время, про Владимир Линдермана и его дело с Вайровикой Фрейбергой тоже много писали. его, кстати, суд оправдал. Это я поясню для наших радиослушателей. Но вряд ли вы в курсе. Или вы знаете? Я надеюсь, что в фашистской Латвии нашего радиослушателя не арестуют дядя Звонок. Звонок не арестовывают. Вышли это. Так что я думаю, что если это так, то есть если латвийская полиция прибегает вот к таким методам, то конечно этих полицейских надо наказать. Так же как их надо наказать. И, кстати, еще не наказали тех, кто подкладывал наркотики Голунову. Ну, вот, кстати, история с Голуновым и еще там ряд событий, они изменили ситуацию? То есть общество уже может добиться справедливости? То есть общественное мнение может, но не всегда может добиться справедливости, но у нее есть шансы добиться справедливости. И это мы видели очень много раз. В частности у нас в Петербурге мы не хотели, чтобы башню Газпрома построили там, где должны были построить, ее там не построили. Мы не хотели, чтобы импрессионистов из Эрмитажа передавали в Москву, их не передали в Москву. Мы не хотели, чтобы Исаакиевский собор отдавали церкви, его не отдали церкви. Так что нет, граждане в России могут чего-то добиться. Россия не тоталитарная страна. Но авторитарная. Но авторитарная. Ну, авторитарная как Турция, как Персия, как отчасти Венгрия, как отчасти Польша. С элементами авторитаризма, да. Но это оптимальная модель для России, потому что очень много говорят. В интернерии Российской Федерации демократические государства по-настоящему, я бы сказал, три с половиной. Это Эстония, Латвия, Литва и Украина. Ну, Грузия, может быть, еще, да. Из 15 бывших стран, объединившихся в СССР, так сказать, объединенных СССР, это не очень много. Вообще, большинство людей живут в авторитарных режимах. Еще два ног примем. Слушаем вас. Алло. Добрый день. Да, задавайте вопрос. Ну, поздно включился, меня зовут Аркадий, но понял, о чем тема. У меня вопрос к вашему гостю, ну, может быть, это быстрее реплика. Я, конечно, очень сильно не люблю Путина. И я, в общем-то, на стороне противников этого режима, который сейчас в России происходит. Но давайте смотреть реально на вещи. Это мое мнение. В обозримом будущем эта власть свои правления не отдаст. Не через 10 лет, не через 20 лет. К сожалению, слишком долгий срок, я очень боюсь, что я не доживу до этого, но я очень бы хотел. И у меня вопрос к вашему гостю, каким образом продолжать вот это противодействие. Может быть, изменить немножко поведение, оппозиции. Спасибо. Спасибо вам. Ну, значит, еще хочу сказать, я прожил большую часть своей жизни при Леонидовиче Брежневе. Примерно такую же теперь живу при Владимире Владимировиче Путина. И сравнивая два этих периода, нужно сказать, что при Путине жить все-таки лучше, чем при Брежневе. Что касается того, я тоже не уверен в том, что я доживу до того момента, когда Путин уйдет, потому что самому ему уходить рискованно, и он, я думаю, не будет этого делать. А он меня на два года моложе и спортивный, так что он может прожить столько же, что же касается оппозиции, то проблемы заключаются в том, что оппозиция это же не кто-то это же не собрались Навальный и Каспаров и решили, куда мы пойдем. Это же не заговор. Оппозиция опирается на народное настроение, на массовое народное движение, а оно будет выражаться в тех формах, которые ему, народному движению будут присутствовать. если дело не будет доходить до крови, до насилия, пока что оно в общем не доходит и оно будет ненасильственный характер, как это происходит в большинстве стран Европы, но может быть радикализация, не дай бог. Здесь проблема заключается в условиях политической погоды, которые будут стоять на улицах. Именно они диктуют ту или иную тактику, ту или поэтику поведения оппозиции. На самом деле оппозиция будет, вот это надо сказать. Это один из положительных факторов существов, которые позволяют вообще в России жить. Оппозиция есть. Ее нет в парламенте, но она в принципе есть. спасибо спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы. Абонент доступен, историк Лев Лурье был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания.